И раньше все квасили в бочках, любые продукты. Но сейчас для того, чтобы маринады наши стояли, консервация стояла, особенно в условиях города, квартиры, то для этого используют зачастую, добавляют уксус. И многие хозяюшки знают, есть определенные рецепты с уксусом. Кто-то использует яблочный, винный, кто-то уксусную ценцию, столовый уксус. И естественно, когда мне уже перед тем, как на стол ставить какой-то продукт, я очень досконально этим вопросом разбиралась, что есть что. Но вы знаете, я пришла в ужас от того, что когда начала еще копать информацию по столовому уксусу, у меня волосы стали дыбом. Боже, как это вообще можно было назвать столовым? И я поняла, насколько нас травят. И травят даже завуалированно, если уксус попадает в какие-то там кетчупы или майонезы. Это когда я еще была ребенком, однажды мне попалась статья, из чего делают уксус. И я тогда поняла, что это отнюдь не столовый продукт, что-то здесь не то. Потому что из запилок там может некоторый уксус изготавливаться, но некоторый другой идет вообще из минеральных удобрений. Я делаю огурцы без уксуса, и очень вкусные стоят хорошо. Да, да, здорово. Я сегодня тоже немножко расскажу именно варианты, как готовить маринады делать без уксуса, разные хитрости. И вот к чему я пришла, я сегодня с вами этим поделюсь. Но так быстренько пробегусь, вот почему же все-таки его не стоит использовать. И как оказалось, столовый уксус вообще, знаете, когда изобрели? Он-то давно уже изобретен, еще в 1847 году. Химик Герман Кельби, он получил уксусную кислоту на основе неорганических соединений. И первый синтетический уксус изготавливали из чего? Как вы думаете? Да, из древесных опилок и каменного угля. И самое смешное, что сегодня технология не изменилась вообще. Вот точно так же изготавливают из древесных опилок и еще из минеральных удобрений. В общем, ничего новшества не произошло. Но зато делают с помощью красителей и ароматизаторов псевдо-натуральный уксус, называя его яблочным. Ну, то есть не всегда, если вы читаете, написано яблочным, он действительно яблочный. Нужно очень внимательно изучить состав. Так вот, что вы думаете, что же такое столовый уксус? Во-первых, он готовится из разведенной уксусной кислоты. А что такое уксусная эссенция? Уксусная эссенция – это концентрат, который не производится из пищевого сырья. Это абсолютно страшнейшая синтетика. И столовый уксус никогда не делается из чего-то натурального. Он всегда производится из эссенции. Это нужно раз и навсегда для себя уяснить. Хочу сказать, что когда я путешествую, мне был интересен этот факт, что во многих странах он вообще в принципе запрещен. Нигде, ни на производстве, ни при приготовлении каких-то маринадов того же шашлыка. Вот эта синтетика не используется, потому что запрещена. Можно использовать лакокрасочные продукции, при изготовлении клея, но ни в коем случае не подавать на стол, потому что это страшнейший яд. И очень жаль, что во многих у нас это все разрешено. У нас в Белоруссии эссенция запрещена, но тем не менее столовый, разведенный все равно стоит. А почему? Вот почему это все вообще стали производить? И потом, как оказалось, я стала копаться-копаться в информации различной. И как оказалось, просто выгодно в десятки раз дешевле. И сначала разрешили, да, еще в послевоенное время разрешили производить, чтобы накормить страну. Потому что не хватало натуральных яблок производства, вот натурального уксуса. Недостаточно было для населения. И сначала разрешили двум заводам, а потом это так всем понравилось, дешевизна. И оно как-то вошло в обиход. И даже руководитель спиртзавода Рустам Исханов сам признался, что абсолютно, вот когда тест на токсичность проходит, уксус, не учитывается содержание муравьиной кислоты, метанола, метилоцитата, которые там присутствуют. А они там присутствуют. И что такое метилоцитат и метанол? Метанол, если вот даже так быстренько, вот на скидку откройте Википедию, да, посмотрите. Это что такое метанол? Бесцветная ядовитая, ядовитая жидкость. В органическом синтезе метанол применяют для выпуска формальдегида, формалина и, как вам нравится, уксусной кислоты. Замечательно. Метанол является сильнейшим и опаснейшим ядом для человека. Он проникает через организм, может через пары, да, а может, если через пищу, то накапливается в организме и постепенно, медленно отравляет. Вот у вас заболела голова, вы даже не можете понять, от чего это, да, вот просто накапливаясь в организме начинаются вот такие процессы. Ну, во-первых, он, конечно, может создавать и опасную смертельную концентрацию, если в больших объёмах это всё употреблять, где он содержится. Но хочу сказать, что даже в небольших количествах уже у человека может ухудшаться зрение, падать, может даже к слепоте привести. Очень много, ну, токсичные эти вещества, естественно, до добра не доводят, очень плохо действуют на весь организм. Я уже так не буду рассказывать вот эти все страшилки, просто, просто вот так быстренько хочу ввести. Я решила раз и навсегда отказаться от этой отравы. Я по-другому назвать не могу. Точно так же действует и метилоцитат. Тоже очень влияет на дыхательные пути, на слизистые оболочки, на глаза, на зрение и так далее. И всё это скрыто, вот, если мы покупаем какие-то маринады, какие-то там соусы, всё это скрыто под таким, под Е-260. Это и есть столовый уксус. Поэтому, конечно, лучше всего, даже если вы используете, я сама люблю, например, когда какие-то гости собираются, я никогда не покупаю майонез, у меня есть любимые свои рецепты, которые просто на ура идут и гораздо вкуснее. И там просто заменяю на тот же лимонный сок, на яблочный уксус. Яблочный уксус нам нравится самим изготавливать из яблок. Так, уксус можно заменить лимонной кислотой или нет? Лимонная кислота отнюдь тоже не приносит ничего хорошего для нашего организма. С одной стороны, есть рецепты, где они заменяются, но вы знаете, я ушла от неё, потому что, опять же, я ничего положительного в этом не нашла. И да, есть рецепты, вот сейчас расскажу, как же можно обойтись без него. Во-первых, если уже вы не можете, ну, например, консервирование тех же самых красивых, мы возьмём там бровички какие-то маленькие собрали, да, или грибочки, или что-то такое, вот где мы хотели бы добавить, можно. Но лучше всего заменять просто, вы посчитаете, это элементарно сделать, заменить на обычный яблочный уксус. Он идёт как 6-процентный. Если он натуральный, очень легко определить натуральный уксус. Он будет стоить гораздо дороже. Вообще, сами производители говорят, что примерно в 10 раз дороже обходится его производство. И даже если большими буквами будет написано яблочный, обязательно прочтите маленький, где будет написан состав. И в составе должно быть что? Яблочный сок, да, сахар. Ну, ничего более того. И, конечно, чудесно, если однажды у вас есть возможность, есть большой урожай яблок, приготовить уксус своими руками, мы это делаем, получается вообще чудодейственным. Им, я думаю, многим известно, даже лечатся. И яблочный уксус можно, консервация ведёт себя великолепно. Уже много лет я его заменяю, мы его используем, домашний уксус при любых, в принципе, рецептах. Но мне очень понравилось собирать рецепты, те рецепты, которые, где можно найти ему замену. Продолжение следует...